Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Разборь полетов». Я Михаил Горин, со мной в студии мои коллеги-литератор Давид Шехтер. Здравствуйте! И журналист Давид Ком. Добрый вечер, здравствуйте! Закончилась очередная предвыборная неделя. Она, в общем-то, ничем особенным не отличалась, разве что предвыборная кампания, можно считать, вступила в новую фазу. Партии стали предъявлять друг другу свои обвинения, требования и высказывать достаточно жесткую критику. В общем-то, не новая тактика, она была на каждом предвыборной кампании, но, тем не менее, это отличается от других. Вот об этом мы и поговорим. Первым, кому досталось от коллег, скажем так, по предвыборной гонке, был наш премьер-министр и лидер партии Ликут Бибинетиньягу. Кто только не поносил его за его желание поехать в Америку, выступать перед Американским Конгрессом, хотя руководители американские и Обама, и Кэрри высказались категорически против этого. Давид, справедливо критиковали Натаньягу? Я хочу рассказать историю, в которой я сам участвовал, в которой я был. Это было давно. Это было в конце апреля-начале мая 1996 года. И тогдашний премьер-министр Израиля Шамон Перес поехал в Америку тоже с визитом. Причем я до этого с ним ездил, много раз и с Рабиным. И вот, в отличие от всех предыдущих раз, сам Раби был просто забит журналистами. Вот в три раза больше, чем обычно. И длительная была поездка. Полетели мы сперва в Вашингтон, встретились с Клинтоном, которому было совершенно не до нас, не до Переса. Он был охрипший, глаза были воспалены, слезились. Он был на пике своей второй избирательной кампании. Ему было все не очень нужно. Но, тем не менее, встреча была такая чисто формальная, там, час. Оттуда мы полетели в Нью-Йорк, где были встречи с тюрецкими деятелями. Оттуда вернулись в Вашингтон, где были встречи там с руководством Конгресса. Конгресса, было до свидания Бейпака, посвященное Клинтону. Где они все кричали еще четыре года, имея в виду не Переса, конечно, а Клинтона. Оттуда полетели в Париж, где была встреча с президентом Франции. Все это было за две недели до выборов. Причем выборов не противных, а личных. Перес лично был против Биби. И никто не задал Пересу вопроса, как это так за две недели до выборов. Вы просто, вот, пустопорожная поездка, чисто пропагандистская. Вы ее делаете? Никто. Сегодня я узнал, что, оказывается, Биби его тогда критиковал. Но тогда это никто не написал. Я этого не услышал. Сейчас об этом все... Сегодня поезд критиковал по этому поводу Биби. Поэтому, говоря о том, что... То есть ничего нового под этим солнцем нет. Абсолютно. Понятно. Давид, вопрос к тебе. Буквально вот на днях стало известно, что мэр Рада Тали Плоскер перешла... Клосков. Плосков, да, прошу прощения, я оговорился. Да, она представляла партию Индеи до этого. Что она перешла в список партии Куляну и заняла там реальное место. Шестое. Во всяком случае, если верить тем информационным сообщениям, которые были. То есть появился, так сказать, русский голос еще и теперь у партии Куляна. До этого он появился у партии Ешатит. То есть это был не новый представитель. Речь идет о развозе, который был до этого. Но тем не менее. То есть практически у всех партий. У Ликуда, у партии Ешатит, у партии Куляну, у других партий... Партия Авода появилась, Ксения Светлова. Появился свой, ну, как принято говорить, русский голос. Появился. Русский голос появился. Но, честно говоря, вот эта сделка Талии Плосков в партии Кулану, она была, на мой взгляд, наиболее некрасивая. Я объясню свою мысль. Некрасивая по отношению к кому? Некрасивая по отношению к русскоязычной общине. Почему? Я сейчас объясню. Дело в том, что когда Ксения Светлова уходила в партию Авода, это была естественная ситуация. Она уходила, в принципе... У нее была идеология партии Авода всегда. Она не меняла свою идеологию. Она ушла на то место, которое ей, что называется, соответствовало полностью. Здесь Талии Плосков ушла, презрев своего избирателя, презрев партию Наш Дом Израиль. Можно по-разному относиться к партии Наш Дом Израиль. Можно ее любить, не любить, голосовать, не голосовать. Сейчас речь не об этом. Речь не идет о конкретной партии. Но эта партия ей сделала все. Она финансировала ее избирательной кампанией. Она, собственно говоря, ее вытаскивала из небытия и сделала ее мэром Арада. То есть, эта партия сделала для Талии Плосков абсолютно все. И вот сегодня, в тяжелый момент, понимаете, крысы начинают бежать с корабля. Сегодня, в тяжелый момент, она поворачивается, заявляет... Я крысы спешу на полемический задор. Конечно, естественно. Не, ну я его не называю крысой. Но это, так сказать, образное выражение. Крысы бегут с тонущего корабля. Корабль тоже, кстати говоря, не тонет. Да и тонущий корабль тебя хотел спросить. Понимаешь, что дело, когда партия по опросам получает пять мандатов, кто-то может посчитать это именно так. Но я хочу напомнить, что у нас в истории были такие случаи. Ликут у нас получал 12 мандатов, а вода у нас получала мало мандатов. Сегодня Ликут опять идет на правящую партию. То есть, партия сделала, что называется, работу над ошибками. Партия встала на ноги. Все нормально. Но предательство, на мой взгляд, всегда нехорошо. Тут предательство с двух сторон. Понимаешь, в чем дело? Талий Плосков предала ту партию, которая ее финансировала, воспитывала и растила. Моше Кохлон, который сам предал свою партию, который его вытащил из небытия, ведь он же был директором гаража, который продавал еще и продавал машины. Вдруг этот директор гаража, благодаря партии Ликут, я не знаю, почему финансировал избирательную кампанию, не финансировал, не знаю. Но благодаря партии Ликут он вдруг становится депутатом Кнесета. Сегодня он плюет на партию Ликут, которая его вытащила из небытия и сделала большим политическим деятелем и министром. Он идет, открывает свою партию и собирает в эту партию, берет в эту партию еще одного человека, который совершил предательство. Я думаю, что тут никто не выиграет. По той простой причине, что Моше Кохлон, вы понимаете, кто сегодня в русскоязычной общине знает Талю Плосков, при всем уважении к ней, к этой женщине. Она мэр города, там очень много русскоязычных жителей. Кто, кроме жителей Арада, знает сегодня Талю Плосков. За нее голосовало примерно 6 тысяч человек, из которых, я не сомневаюсь, процентов 60-70 скажут, что дальше голосовать за нее не будут, то есть с ней вместе в Кулану 6 тысяч не перейдут. С ней вместе перейдут к Улану, дай бог, если полторы-две тысячи. Вот это весь потенциал Талли Плосков, электоральный потенциал Талли Плосков. Я вас уверяю, что у таких людей, скажем, как Саша Демидов, актер, или тележурналист Миша Джагинов, сегодня потенциал избирательный. Это люди, которые обсуждали возможные претенденты. Я имею в виду, что Кохлон, выбирая для себя русскоязычного, сделал вот такой выбор, очень странный выбор, на мой взгляд, абсолютно неудачный выбор. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ